друзья всем привет всем привет сегодня мы затронем тему конструкторов в каком виде они сюда приходят как они сюда везутся если вам будет это интересно мы побываем на стоянках где продаются эти конструктора пишите в комментариях ну и как обычно как обычно сначала сначала немного цен вот кстати в этом ролике в этом ролике будет розыгрыш розыгрыш призов поэтому не переключайтесь смотрите смотрите до конца и так стэп вагон 2015 год три с половиной балла 910 тысяч рублей nissan nv эта тема отдельная до для разговора мы и обязательно затронем потому что новый год наступил у телесбор поднялся мы про мониторим цены вам покажем насколько они поднялись сколько стоят такие автомобили nissan extreme максимальная комплектация 2 литра четыре с половиной балла 98 тысяч пробег цена почему-то цена выцвела значит пока ходим пока ходим ищем цены ребят вот многим то что многим до всем к сожалению не угодить кто-то просит там дешевые цены на автомобиле кто-то просит дед джип где полноценный джип кто-то народные автомобили и так далее ребят снимаем все снимаем все подряд вот что видим то и снимаем пытаемся снять и дешевые автомобили и дороги и дорогие автомобили вот допустим стоит mazda полтора литра 4 в.д. 4 балла стоимостью 980 тысяч рублей стоит toyota toyota rush есть dayhatsu бегу ну цена к сожалению здесь не указано все будет зависеть от года автомобиля ценник начинается где-то вот наверное 670 тысяч и выше toyota leon автомобиль 2016 года объем двигателя 18 друзья есть автомобили с полуторалитровым объемом двигателя цена данного экземпляра 900 тысяч рублей есть передний привод есть автомобили 4 в.д. вот стоит премиум о львом премиум практически машины одинаковые на премиум цена не указано есть люди до которые комментируют там вот я вот сказал да то что практически одинаково сейчас посыпется комментарии посыпется комментарии по ватсапу да то что это совершенно разные автомобили ребят я просто говорю то что они примерно примерно все они одинаковые nissan ноут передний привод дик с резина летняя 525 тысяч рублей дик с напоминая это turbo это 98 лошадиных сил nissan days комплектация highway star летняя резина на литье в обвесе повторители бесключевой доступ 390 тысяч рублей стоит данный экземпляр toyota премиум белая перламутровая на светлом салоне 939 тысяч рублей nissan days передняя часть автомобиля еще один nissan ноут а синий цвет без туманок без туманок рестайл 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 525 тысяч рублей цена указана мультируль климат-контроль nissan qashqai qashqai такой темно-серенького цвета 790 тысяч рублей ну qashqai qashqai это идет ребят левый руль nissan x-trail естественно рестайл на родном ниссановском литье рожок туманки фары линзованные пробег 90 тысяч километров 4 воды аукцион 4 балла 1 миллион сорок тысяч рублей я понял спасибо toyota harrier гибрид черный цвет налить и на родном хромированные накладки хромированные ручки бесключевой доступ повторители объем двигателя 2 и 5 литра 2 и 5 потому что это гибрид 15 год максимальная комплектация 2 миллиона 150 тысяч рублей видите да кто следит как бы за нашими выпусками уже многие знают стоянки то что на на вторник и зеленый угол не одна большая стоянка много стоянок он допустим возьмем вот эту стоянку здесь были такие седы назовем это так и ряды да сейчас стоянка заполнена toyota corolla филдер 4 воды джи салон литье туманки летняя резина датчик предстолкновения автомобиль на климат-контроле 840 тысяч рублей ну давайте сегодня с ценами наверно с ценами наверно закончим закончим сейчас мы поедем заберем с вами конструктор и вы более подробно узнаете что это за автомобиль и как они привозятся и что с ними делают ладно ребят давайте время тянуть не будем не будем тянуть время 12 тысяч пятьсот тридцать один просмотр конечно хотелось бы чтобы смотрели нас больше подписывались больше 600 624 комментарии так поехали последние четыре цифры своего номера телефона и город должен быть указан 12 магнитов 12 победителей андрей урал мужики здорово когда розыгрыш новостроец к 40 604 розыгрыш сегодня поздравляю андрей первый победитель идем дальше идем дальше так 624 комментария так 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 на вело можно погонять ну вдруг подписка у тебя открыта города нету ничего нету к сожалению ты пролетаешь ждем ждем сергей протасов хочу на пляж хилок 8451 сергей так 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 подписка у тебя скрыта но ладно будем считать тебя будем считать тебя победителем потому что если подписка скрыта да это не говорит о том то что ты не подписан на канал если ты не будешь подписан то программа программа обязательно это выдаст красава год поработал в новый год в жару хотя я предпочитаю конец июня начало июля в ничанге отдыхать в июле отдыхал в пятизвездочном отеле на первой линии монтань золотой короны на смотровом этаже из новосибирска тур брал 220 тысяч рублей за 13 ночей за 13 ночи спасибо что делишься но где же твои последние четыре цифры номера телефона и город твой смотрим дальше смотрим дальше смотрим дальше разыграно пока разыграли всего два магнитика андрей волов молодец отдыхать тоже надо валашиха 39 79 ладно третий магнит третий магнит ушел открывайте ребят подписки впереди еще будет много розыгрыша в розыгрышах и как бы посерьезнее будут розыгрышем олег якимов хороший сюжет спасибо красноярск 1771 подписка есть отлично 4 магнита разыграли вроде 12 магнитиков а так башкарка стан 1503 на районе из ганеев подписка открыто 5 5 магнитов затянулась у нас как это все надолго ребят напоминаю выходите с нами на связь выходите next 68 69 не представляю новый год без снега водочки попили с горки покатались новым годом парковьев парковьев 08 37 подписка есть шестой магнит выходите с нами на связь все наши контактные данные в описании под видео пишите пишите что вы выиграли магнит так олег добудский привет там здорово зимой искупаться позагорать ну и поснимать для нас спасибо удачи олег 22 2267 так олег города я не вижу города я не вижу не вижу я город олег извини нам нужен город 6 магнитов разыграно так александр ливанин воблин круто парни привет оренбург в теме 82 11 82 11 ладно александр александр 7 победитель то у нас дальше смотрим дальше 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 алексей шматлох 260 260 тысяч хак 39 трус 39 трус но ты пойми да вот я понимаю то что некоторым там смешно возьмите камеру вот возьмите вы попробуйте просто поснимать я посмотрю что у вас ребят получается 7 еще 5 геннадий чиркин всех с новым годом к сли 19 56 поздравляю выходите на связь 8 ярослав матюшенко как всегда обзору в тему даже мне про тачки 11 1101 лечу во вьетнам хорошего отдыха уже отдохнули тебе хорошего отдыха хочу что город не написал с последним номером теле с четырьмя цифрами своего номера телефона хотя ты себе этих там магнитиков накупишь сколько захочешь олег слободских ребята хорошего вам отдыха с новым годом орск 1800 подписка есть отлично 9 магнитов галей хазов привет ребятам башка башкор кастан шестьдесят восемь двадцать два отлично 10 магнитов осталось до магнита рушанна сыра спасибо за видос уфа смотрит 0 3 15 11 магнит отправляется в уфу и остается у нас последний 12 владимир кравченко парни с новым годом удачно отдохнуть больше видосов для нас мясо шестьдесят семь семьдесят три подписка есть ну и 12 магнитик отправляется у нас к владимиру ребят напоминаю выходите с нами на связь по ватсапу ждем от вас сообщение ему с удовольствием отправим магнитики так друзья всем привет находимся не на вторым к зеленый угол забираем забираем очередной автомобиль но здесь немного немного нестандартной ситуации немного нестандартная история значит все это началось еще перед новым годом к нам бросился человек наш подписчик попросил по ее поехать проверить данный автомобиль что он грубо говоря что он существует что он заводится да ну и посмотреть техническое состояние данного автомобиля как вы видите это как бы сказать не то что старый до автомобиль это хорошие надежные полноценный джип полноценный внедорожный который может похвастаться своими там внедорожными характеристиками да короче говоря друзья это конструктор самый настоящий конструктор автомобиль без документов посмотрите как он выглядит шикарно я вам покажу его чуть попозже салон в каком он состоянии да в общем конструктор мы ему посмотрели сказали автомобиль в наличии ну и в принципе в принципе все далее значит через некоторое время мы узнаем то что продавцу продавцу перевели деньги и отогнали автомобиль на покраску как бы нам об этом никто ничего не говорил потом он несколько раз ездили и проверяли состояние автомобиля то есть действительно стоит на покраске стоит на покраске не стоит на покраске в каком состоянии и так далее то есть человек человек перевел деньги куда-то вот в никуда до продавцу которого в принципе никогда не видел естественно начал начал за это переживать автомобиль был изначально другого цвета его полностью перекрасили человек естественно давай переживать то есть кинули не кинули где автомобиль красят не красят бы сумма сумма не маленькая сумма там была порядка по моему 100 не буду врать или 150 или или сто восемьдесят тысяч в итоге спустя месяц вот он пожалуйста автомобиль его покрасили как вы уже догадались как я уже сказал автомобиль без документов поэтому передвижение только на эвакуаторе сейчас автомобиль будет погружен в кузов эвакуатора и мы его отвезем в транспортную компанию возле транспортной компании мы остановимся мы остановимся я вам покажу состоянием вот этого автомобиля ну и сейчас получается мы приехали мы приехали при нас перевели остаток 200000 200000 нам отдали автомобиль со всеми документами хотя в принципе документы документы это назвать нельзя итак ребят автомобиль доставлен до транспортной компании напоминаю это конструктор везли его на эвакуаторе потому что передвижение на таком автомобиле это это запрещено это isuzu behorn дизель автомобиль 96 года выпуска и поверьте у него состояние состояние многие беспробежные автомобили ему могут позавидовать в автомобиле 7 мест 1 2 потом 3 сзади два места обратите внимание на состояние салона автомобиля 96 года выпуска здесь его никто не химчистил химчистка ему здесь никто не делал он пришел в таком состоянии с японии сейчас машины которые пошли конечно с качеством сборки по качеству того же самого пластика по качеству обивки сидений по качеству к по качеству коврового покрытия конечно рядом не стоят кожаный руль сиденья у нас регулируется автоматически электростеклоподъемники подогрев сиденья подогрев зеркал климат-контроль можно поставить большую мультимедиа систему аэрбэги на машине есть бардачок вставки под дерево множество ручек множество подсветок всевозможные функции показывают минус 5 показывают минус 5 на улице но что-то сегодня поверьте сегодня блин такой дубак стоит то что такое ощущение что на улице не минус 5 а все блин минус минус наверно 35 состояние двигателя двигатель работает как часики пробег на автомобиле сейчас покажу пробег на автомобиле 148 тысяч на автомобиле установлен полноценный автомат 148000 это настоящий пробег его здесь никто никогда не крутил не скручивал и не представляете автомобиль автомобиль ездит по подвеске на нем катались тоже вопросов в принципе в принципе никаких нету итак друзья что же такое конструктор да что мы себя представляет как видите вот кстати на на настоящем примере конструктора это полноценный нормальный автомобиль и так данный автомобиль это toyota vista по документам она 1987 года выпуска по факту это автомобиль 1995 года выпуска и это настоящий законный реальный конструктор данный конструктор в россии находится с 2005 года то есть практически практически 15 лет и он законный сейчас подробно мы вам расскажем что это такое итак друзья что же такой конструктор да и как их оформляют и оформляют их вообще до 2008 года если у вас имеется допустим старый автомобиль на примере данного автомобиля это toyota vista да ну был какой-то другой автомобиль вы хотите себе обновить автомобиль то есть вы попали там в dtp у вас машина просто там сгнила атом да дыр до или вы просто вы хотите себе обновить автомобиль вы заказываете себе из японии конструктором допустим вот как это да его заказали его привезли у вас есть старые документы на старый автомобиль вы смело идете в горе делайте замену кузова замену двигателя замену грубо говоря агрегатов да у вас автомобиль он законный вы спокойно на нем ездите передвигаетесь как я говорил данный конструктор он 2005 года то есть он абсолютно легальный конкретно вот этого автомобиля всего один хозяин он спокойно пера переоформляется через гаи не нужно платить никакие взятки там не отката ничего то есть если сейчас владелец его захочет продать он спокойно идет в гаи новый владелец и переоформляет автомобиль после 2008 года в январе 2008 года запретили ввоз конструкторов зачем это сделали принципе всем все понимают для чего для чего это было сделано ну и как говорится русский народ да он способен на все то есть люди люди стали искать лазейки что они придумали начали возить распилы то есть также в японии покупался автомобиль может где-то там в порту где-то на пароходе его пилили и выпилили он приходил во владивосток его собирали то есть автомобиль пилился по стойкам либо по передним стойкам либо по задним стойкам просто на на две части его собирали его варили его ставили на учет вот но естественно это все это все незаконно со временем такие автомобили ну как бы грубо говоря прикрыли прикрыли вот эту вот лазейку да и вот эти распилы они начали аннулировать к этому мы сейчас тоже вернемся мы сейчас хотим вам сказать да как ну какого плана будет конструктора и так а на данный момент это обычный конструктор потому что с января 2008 года сделали запрет на 10 лет 2018 году сняли этот запрет сейчас появились обычные конструктора не пиленые далее это идет распил автомобиль пилиться это я вам уже сказал и есть карпил когда ну карпил это по большей части относится именно джипом да когда автомобиль перед пилиться по не по стойкам а где подкапотное пространство ну грубо говоря по лонжероном это основные виды основные виды конструкторов все эти автомобили сейчас в данный момент они незаконны то есть в россии на учет они они просто не встанут дальше значит если автомобиль если человек на автомобиле отъездил пять лет это считается как законный конструктор неважно то что это распил там планка карпил или так далее то есть ну грубо говоря честный покупатель допустим кто-то привез автомобиль я этот автомобиль купил я понятия не имея то что ну не знал то что то что это конструктор потом это выясняется короче говоря если прошло пять лет он вроде как бы легальный он числится на мне но это называется вечный учет то есть я его продать не смогу не соседу там не брату никому если только по какой-то доверенности либо просто либо просто на словах только так далее значит сейчас ну реально пользуется спросом эти конструктора то есть мы все больше и больше смотрим конструкторов для регионов что они с ними делают есть много вариантов некоторые просто реально покупают эти автомобили для запчастей то есть ну хочет человек себе обновить машину обновить кузов до чтобы не красить детали потому что детали контрактные которые покупаются там сложно найти не битую не крашеную не поцарапанную деталь человек просто покупает себе конструктор он ему приходит он все навесное двигатель подвеску он все перекидывать на свой старый автомобиль это допустим первый вариант второй вариант люди делают планки это не есть хорошо то есть переваривается номер кузова номер кузова на автомобиле находится допустим у нас это номер кузова да где-то вот в центральной части россии запад это вин номер кузова находится у нас либо под капотом либо под сидением но это таким два основные места то есть полностью вваривается планка либо под капотом либо под сидением варивается новая планка сделать это незаметно это можно но практически невозможно поэтому нужно нужно реально обращать на на это внимание при покупке при покупке автомобиля вот и спокойно спокойно ездит на этом автомобиле до поры до времени но когда он приезжает в гаи где проходит автомобиль проходит осмотр это все вылазит ну и автомобиль автомобиль заворачивают в общем человек может остаться и без денег и без автомобиля далее значит много привозят конструкторов именно рамных автомобилей джипов ну якобы не якобы да если автомобиль рамный там нет номера кузова там идет номер а рам и то есть кузов он как бы идет не номерной агрегат в принципе это может прокатить да то есть ты можешь ездить на этом автомобиле даже в гаи даже в гаи возможно этого не увидят но скорее всего скорее всего увидят как телефон нужно отключить начнутся звонки вот но опять же если ты ездишь на черного автомобиля должен себе привезти автомобиль в цвет даже если ты привез автомобиль не в цвет сейчас существуют ну это чисто вот найти гаишные такие там способы всевозможные способы при желании они могут до тебя доколупаться то есть все равно это получается это получается у нас незаконно еще один вариант это армянские номера как это выглядит мы не знаем то есть как то вот ставят за какие-то деньги даже не знаю сколько это стоит но опять это до поры до времени это у тебя получается не будет не будет птс на автомобиль то есть продать соответственно ты его не сможешь либо только по какой-то там смешной рукописно доверенности вот опять же это но это просто ты останешься без денег стоимость конструктора смотря какого автомобиля начинается где-то наверное от 150 даже больше 180 тысяч рублей если это ну берем деле куда очень хорошие делики берут делика стоимость где-то 350 и выше 1000 тысяч рублей крузы ки 450 тысяч рублей и steam и какие-нибудь там тысяч по ну по 400 по 500 то есть такие деньги да они они не валяются далее еще один вариант оформление через казахстан но не то что через казахстан по большей части именно в казахстан берут вот эти вот конструктора в казахстане правый руль запрещен с 2008 года но опять же как он запрещен ты не можешь ввести машину ты не можешь растаможить машину если у тебя машина до 2008 завезена в казахстан то она у тебя легальная да как допустим и вот этот конструктор она вот это toyota vista она привезена 2005 году вот что они там делают общались с человеком с казахстана он нас проконсультировал допустим берем ту же самую делику хочет человек себе обновить делик у него кань старая делика он покупает себе делику у него в документах написан деликом главное чтобы в гтд гтд до государственного там декларация тоже было слово указано вот это делика и не важно какая делика у него было сейчас он себе хоть пузатый хоть там d5 покупает деле как нему приходит с этими гтд шками он ну грубо говоря идет в гаи но легально легально как бы вот со слов человека да это вроде как все легально а вроде как все и нет короче говоря он идет в гаи и за дополнительную денежку ставит автомобиль на учет все как только машина встала на учет она становится у них легально то есть он ездит у нее есть птс у него есть птс от старого автомобиля ему выдают подают сорку он с этим автомобилем может делать все что угодно хочет продать хочет подарить и так далее то есть в принципе в казахстане в казахстане это еще ну как сказать как-то прокатывает сколько это будет прокатывать там без понятия что касается армении армянских номеров там каких-то перекидок рулей ну дальний восток да нам далеко до этого ну и то допустим я по себе ну как это вот взять и перекинуть руль мы смотрели видео смотрели как это делается да там все держится она держится просто на соплях ладно возвращаемся к теме наших с конструкторами да еще один такой момент есть такие конструктора которые оформлены в девятом в десятом и даже в одиннадцатом году и они легальны в чем весь прикол мы на себе на себе это испытали был pajero 90 по моему это было года три наверное четыре назад был pajero 94 года он было в или девяносто пятого года он был оформлен в 2011 году человек продавец утверждал там машина легально встанет на учет без проблем мы взяли его в гаи поехали вместе в гаи в чем вся фишка если автомобиль был завезен до 2008 года до 2008 года то это считается легальным конструктором то есть допустим автомобиль пришел в 2008 году да там 2007 году но был продан в 2011 году то он спокойно он спокойно встает на учет и так какое можно сделать вывод по конструкторам которые завозятся сейчас в принципе это просто запчасти то есть это груда металла груда металла с которой ты сделать ничего не сможешь ты либо перекинешь новые запчасти на свой старый автомобиль который у тебя есть который тебе надоело если ты его просто хочешь обновить вот но на сам кузов сам кузов это реально это груда металла оформить легально ты его не оформишь да это можно будет сделать за деньги за деньги вот деньги будут как бы не маленькие но опять же в будущем ты просто можешь потерять и деньги и автомобиль ну и на сегодня все вот в начале видео мы вам говорили если вам понравилась эта тема обязательно пишите в комментариях и мы побываем на стоянке где продаются только одни конструктора посмотрим их состояние посмотрим стоимость посмотрим их не пробега всем пока